Акция в школу с добрым сердцем стартовала по всей стране 1 августа. Ее инициатор – Белорусский Республиканский Союз Молодежи, а суть – помочь справиться с хлопотами по подготовке к учебному году тем детям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Инициативу поддержали районные и областные организации и предприятия. В канун начала учебного года в Мозорском детском доме ждали всех, кто в нужный момент протянул руку помощи. Гомельское областное управление Госпромнадзора у нас под надзором, в области более 22 тысяч потенциально опасных объектов. Ну, это дело серьезное. Но я лично считаю, что не менее серьезно для каждого человека, гражданина – это наши дети. Тем более дети, которые оказались в такой ситуации. И та помощь, небольшая помощь, которую оказывает наш коллектив, – это всего лишь толика того долга, который мы обязаны нашим детям. Мозорский РОВД уже на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с Мозорским детским домом, оказывает помощь. Я считаю, что оказать помощь детям, которые остались без попечения родителей – это долг вообще каждого гражданина. Потому что дети нуждаются в постоянной помощи, в постоянном внимании, и никто не окажет им помощь так, как мы. Среди гостей и те, кто приходит сюда регулярно, и те, кто оказался впервые. И каждый пришел в детский дом без приувлечения по зову сердца. Посещаю детский дом я первый раз. Вы знаете, приглашали, и сложно ездить в такие учреждения, потому что это много эмоций. И я не совсем была уверена, как я отнесусь, как я посмотрю в глаза этим деткам. Поэтому, скажем так, решилась я вот первый раз, потому что в самой в недавнем времени не стало родителей. Поэтому для меня эта тема отчасти близка. Считаю, что это мой долг – проявить инициативу и поддерживать участие в подобных мероприятиях. В уютном дворе, утопающем в зелени и цветах, выстроились воспитанники и их педагоги. Дети в детском доме живут семьями – большими семьями по 12-13 человек. Уже совсем взрослые и маленькие – братья и сестры. В празднике участие приняли и те, кто выпускается из стен Большого дома, и те, кто идет в первый класс, и те, кто еще не достает дошкольной доски. Конечно, особое внимание выпускникам. Их в этом году здесь три. Для них – напутствие от епископа Туровского и Мозорского Леонида. Человек призывается к любви в своей жизни, возлюбить Бога и ближнего, как само себя. Вот эта любовь к другим, она поставляется в сам человек. И это очень важно, потому что вы, когда пойдете, и иногда не будете знать, как поступить в той или иной ситуации, всегда ставьте в центр само себя. А как бы я хотел, чтобы в данной ситуации поступили ко мне, со мной. Мобильные телефоны для выпускников от Беларусьбанка, портфели для первоклашек от сотрудников областной скорой помощи, 100 абонементов в бассейн от сользавода, сертификат на 3000 рублей от нефтепереработчиков. И еще вот такое ведро меда от Николая Кириленко. На нашем предприятии уже сложилась традиция, что ежегодно, в канун Нового года, молодежь нашего предприятия объявляет благотворительную акцию по сбору денежных средств, для того, чтобы была возможность в такие значимые даты приезжать в учреждения и поддерживать детей, которые остались без попечения родителей. Поэтому и в этом году вместе с членами Совета молодых работников нашего предприятия мы приехали в детский дом для того, чтобы поздравить ребят с наступающим праздником, вручить подарок. И что отрадно, то что люди на нашем предприятии не безучастны. Ежегодно также в детский дом передает бочку меда в полном смысле этого слова работника нашего предприятия Кириленко Николаю, у которого есть своя пасека. Сегодня эту бочку мы тоже привезли с собой. Одеты, обуты, полностью экипированы к учебному году. Правда, в этой бочке меда есть существенная ложка дегтя. И прежде всего это отсутствие родительской любви.